МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова. И коротко о главных событиях этого выпуска. Сегодня мусульмане всей страны празднуют благословенный Курбан-Байрам. Более сотни тысяч верующих совершили праздничный намаз. Жертвоприношение – один из главных условий праздника Идаль-Адха. Религиозный обряд осуществлялся на специальных местах забоя. По всему Дагестану сегодня прозвенел первый звонок. В школах России отметили День знаний. В этом году День знаний сошелся с одним из самых важных для мусульман праздников – с благословенным Курбан-Байрамом. Сотни тысяч верующих в Дагестане совершили сегодня праздничный намаз в мечетях республики. Праздничное богослужение в столичной жума мечети вместе с верующими посетили глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. О том, как это было, в следующем сюжете. Все мусульмане в Курбан-Байрам приносят в жертву животное, накрывают праздничные столы и встречаются с родственниками. Но сначала они с раннего утра посещают мечети для совершения праздничного намаза. Одна из мудростей этого богослужения заключается в единении мусульман в столь значимый день и в укреплении братских уз между ними. Перед совершением молитвы к верующим обратился заместитель муфти Республики Дагестан Идриса Садулаев. Хочу в первую очередь всех мусульман поздравить светлым, самым лучшим мусульманским праздником Идуль-Абха. Пусть Священный Аллах примет наши благие намерения, наши дела и сделает этот праздник причиной для единства нашей общины и причиной сохранения нашей республики, нашей страны от всех смут. После краткого разъяснения правил совершения праздничного намаза Садулаев, а за ним все прихожане вступают в молитву. Вместе со всеми молитву совершил глава Республики Рамазан Абдулатипов и муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. Далее традиционно была зачитана проповедь на арабском языке. Закончилось мероприятие коллективной мольбой ко Всевышнему, после чего мусульмане в едином порыве принялись поздравлять друг друга с Великим Днем. У всех приподнятое настроение и счастливые лица. Всех объединяет общая радость, общий праздник. Это самый большой праздник мусульман всего мира. Настроение отличное, очень может быть. Желаю вам всем, мумат Мухаммаду, крепкого здоровья, долгой легкой жизни, крепкий ислам. Самое важное, нам указание есть, это ваш праздник, наш праздник, всех праздник. Вам в Айрам, надо в Айрам тоже произнести в жертву. У нас немало грехов тоже смоется. Хотя бы один день надо как положено провести. Сходить в гости, поздравить всех своих родственников. Иншаллах, намереваясь, принесли жертву, парашку. Очень важный, конечно, это мусульманский праздник. Я рада, что так уже начали все отмечать все хорошо. Милость Аллаха. Мы должны ценить это, я думаю. Конечно. Да. А как намерены провести этот день? Ну, как, порезать, сунут. Возможно, у каждого мусульманина свой распорядок проведения этого священного праздника. Но, несомненно, каждый из них будет стараться совершить побольше благих деяний, главным из которых в этот день является жертвоприношение. После совершения праздничного намаза все направятся в загород, где организованы специальные места массового закалывания жертвенных животных. А мне, в свою очередь, остается поздравить всех мусульман с этим благословенным праздником. И пусть все ваши благие деяния примутся в этот день. Абдулла Алиев, Мухаммад Мухаммандов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. С официальным поздравлением в честь благословенного праздника Курбан-Байрам ко всем мусульманам республики обратился глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Поздравляем мусульмана республики Дагестан с праздником Курбан-Байрам. В эти священные дни, когда совершается хадж в Мекку, мы вновь задумываемся о непереходящих духовных ценностях и высоких идеалах ислама. Курбан-Байрам несет в наши дома радость, согласие, надежду и душевный покой, милость и благословение Всевышнего. Дагестан является собой яркий пример мирного гармоничного сосуществования, добрососедства представителей различных национальностей и вероисповеданий. Это вселяет в нас твердую уверенность в завтрашнем дне и грядущее процветание родной республики. Пусть светлый праздник Курбан-Байрам откроет перед нами новые возможности для нравственного самосовершенствования, укрепит в людях веру и оптимизм. Желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Пожелал приложить как можно больше усилий для поминания Аллаха, искренности в поклонении и раскаянии за совершенные грехи всем мусульманам республики, муфти Дагестана, шейх Ахмад Афанди. С именем Аллаха, милостивого и милосердного, уважаемые братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с одним из самых знаменательных торжеств для всех мусульман, с праздником жертвоприношения Идаль-Атха Курбан-Байрам. Это день, когда жертвоприношение становится благом для всех имущих и неимущих. Пророк Ибрагим, мир ему, на своем примере показал преданность Всевышнему, готовность пожертвовать ради него самым дорогим для себя на свете. Светлый праздник Курбан-Байрам на протяжении веков символизирует покорность рабов Аллаха своему Создателю, смиренность, милосердие, воплощает высокие моральные ценности ислама, обучает состраданию к нуждающимся, напоминает всем нам о необходимости совершения добрых дел. В этот день обильно раздается милостыня, посещаются родственники, могилы предков, совершается больше благодеяний. Поистине это праздник сближения семей, наций и всей общины в целом. Пусть эти благородные дни станут для нашей многонациональной страны днями мира, согласия и взаимопомощи. Прошу всех мусульман, особенно тех, которые в эти благодатные дни находятся на священной земле, приложить как можно больше усилий для поминания Аллаха, искренности в поклонении, раскаяния за совершенные грехи. Молитесь Всевышнему за всех мусульман мира, за спокойствие и благополучие в России и Дагестане. Пусть Аллах убережет нас от смуты. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть Всевышний Аллах примет наши жертвоприношения, дуа и молитвы с благословением и одарит нас благами и милостью в обоих мирах. Муфти Республики Дагестан, шейх Ахмад Афанди. Основным обрядом в праздник Курбан-Байрам является жертвоприношение. Для его выполнения жители Махачкалы подготовили специальные места забоя на окраине города в районе Киргу и Ипподрома. Как проходил процесс закалывания животных, расскажет Гамзат Нурмагомедов. Тысячи мусульман пришли на территорию закалывания животных, чтобы выполнить религиозный обряд жертвоприношения. Организаторы создали все условия для комфортного проведения праздничного ритуала. Одновременно обслуживается до 400 верующих. Здесь уже квалифицированы резчики, обдельщики, резка мяса, шкура уже идет отдельно на соление, головоножка идет отдельно, внутренность идет отдельно. И какую часть человек себе дает забирать домой, это уже его право, прием мяса здесь для мадрасса организован. И вопросы, ответы, экономические моменты есть, чтение таквера, намерение, полное мачивание. И все это здесь происходит, это очень удобная площадка для всех людей, которые хотят максимально комфортно принести в жертву и закалывание праздничного курбана. Для того, чтобы принести в жертву курбан, верующий отбирает для себя барашку, далее обращается к специалисту по закалыванию животного. И здесь же происходит весь процесс жертвоприношения. Самое ценное животное для жертвоприношения – баран. Выбирать его нужно тщательно. Агнец должен быть здоровым, без существенных изъянов. Белые, роги есть, уши целые, курдок, все, которые есть, они довольны, берет. Перед тем, как заколоть барана, животное поворачивает в сторону киблы, произносит намерение и восхваляет Господа. Это такое благое дело, что этим можно заняться, можно людям помогать, за это можно получить такую благодать, что это стоит делать, стоящее дело, за это все вишни так даром не оставят. Если на этом свете оставят, то на том свете вообще не оставят. После заклания обслуживающий персонал разделывает животное. Шкуру отделяют, а мясо расфасовывают по пакетам, после чего все дают хозяину. Спасибо, кто организовал это. Очень удобно, очень чисто, аккуратно. Спасибо за все. По городу раньше что творилось, это безобразие было. Сейчас, Барак Аллах, кто это организовал. Большое спасибо. Вот такие удобства тут. Сюда пришли не только взрослые, но и дети. Это праздник для всех. Праздник радости и любви. Богатые показывают свою щедрость, бедные получают мясо. Мусульмане выражают покорность Всевышнему. Всех мусульман поздравляю с праздником. Желаю всем имана побольше счастья, удачи, здоровья. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия в семьях. Основной, чтобы баракад был. Иман, чтобы дома сохранялся. Принять участие в процессе жертвоприношения пришли почетные гости. Доктор шариатских наук из Сирии Мустафа Диб Аль-Буга, ректор Дагестанского Исламского Университета Магомед Абдулаев и другие. Это день радости, милосердия и прощения всех мусульман. Сегодня получают облегчение нуждающиеся и обездоленные. Мы просим Всевышнего, чтобы он принял наши жертвоприношения и помог нам в выполнении религиозных предписаний. В другом конце города, в районе ипподрома, проходят подобные действия. На протяжении всех четырех праздничных дней верующие смогут спокойно совершить религиозный обряд, за выполнение которого обещано огромное вознаграждение. По преданию, жертвенное животное, которое порезали на курбан, станет путеводителем в рай для своего хозяина. Ожидается, что за эти не в жертву принесут более 10 тысяч животных. Сотни нуждающихся получат свежее мясо. Это праздник милости и прощения. После проведения священного обряда, мусульмане отправляются в свои дома встречать гостей и угощать мясом жертвенного животного. В Дагестане религиозный обряд уже стал народным. В этот день открыты двери каждого дома. Как встретила долгожданный праздник одна из дагестанских семей в сюжете Умы Ибрагимовой. В этот день, день священного праздника Курбан-Байрам, разделать мясо – главная задача Магомед Расула Мусаева. Ведь правильное его приготовление – залог хорошего обеда и довольства гостей. Да, это от дедушки я видел, как он делал раньше. Сверхи пожарим, потом мясо отдельно. Когда топором делают, вкуснее бывает, чем машинка. Этот праздник особенный для Мусаевых. Глава семьи с самого утра хлопочет по дому, ждет гостей и даже готовит жаркое. Рассказывает, что в этот раз решил поэкспериментировать. Говорят, что мужчина вкуснее готовит. Хочу попробовать, как получится. А так я видел, как мама готовила. И хочу попробовать, как получится. В семье Мусаевых трое детей и две внучки. Поэтому, пока Магомед Расул занимается разделыванием и жаркое мясо, женщины накрывают на стол. Но самое главное украшение дома, говорят домочадцы, это четырехлетняя Асия, самый младший член семьи. Помогала она не только по дому, но и при обряде жертвоприношения. И так держала. Так барашку держала, да? И папа порезал? На дикую члену порезал. Жалко не было тебе? Было. Я сказала, может не будем резать? А он порезал, да? Да. Гости в доме у Мусаевых не редкость. Поздравить Магомеда Расула пришел и друг семьи. Вспомнили и тех, кто в этот священный праздник находится далеко от дома. Также хочу пожелать, чтобы все, которые намерения были, благие, все сделанные дуа, которые были сделаны для мусульман, которые находятся также в хадже, кто заболел, чтобы выздоровели, чтобы Аллах принял их хадж. Ну а эту оставшуюся часть мяса семья Мусаевых решила раздать соседям, близким и просто нуждающимся для того, чтобы получить двойное вознаграждение. Ума Ибрагимова, Джалла Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Во всей России сегодня отмечается День знаний. Десятки тысяч школьников и студентов отправились в учебные заведения, чтобы с новыми силами приступить к процессу обучения. В этом году многие первосентябрьские линейки Махачкалы посетили почетные гости. Как начинались учебные дни в Махачкалинской школе «Райские птички» в медицинском колледже имени Башларова, расскажет Ларьяна Шамхалаева. Система Монте-Сори, основанная на невмешательстве взрослого и развивающая в детях самостоятельность интерактивной доски, превращающей обычный урок в увлекательный видеоматериал, современные ученические классы. С тем, как инновации в сфере образования применяются в Махачкале, ознакомилась комиссия специалистов, в лице замминистра здравоохранения, замминистра образования и науки, а также руководство ДГИ. Я как представитель Министерства образования не могу сегодня не выразить свое восхищение тем, что я сегодня здесь увидела. Какие для вас действительно созданы комфортные, самые современные условия для обучения. В этом году 450 учеников сели за парты образовательного учреждения «Райские птички». По словам педагогов, оба корпуса школы и детского сада оснащены по последнему слову техники. Оборудованные кабинеты интерактивными досками, создан кабинет информатики, также все кабинеты физики, химии, биологии, которые позволяют проводить детям все лабораторные работы на каждой парте. Каждой парте подключено и в источник воды, и в источник питания. В первоклашке, собрав рюкзаки и надев свою первую в жизни школьную форму, выглядят счастливыми, предвкушая грядущие изменения в жизни. О долгосрочных перспективах они пока не думают. Им предстоит много новых знакомств. Первый урок, первый учитель, первый школьный друг. Я у Мара в Гаджи, мне 7 лет, вхожу в школу. Ты рад, что ты сегодня пошел в первый класс? Какие у тебя планы? Планы! Что? Планы. Пожелав побольше пятерок школьникам, почетные гости отправились в медицинский колледж имени Башларова, чтобы встретиться с теми, кто уже точно определился с планами, выбрав специальность сестринское дело, акушерское дело или стоматологию. Я с детства хотела поступить в медколледж, потому что я всегда хотела быть медсестрой. И вот, и вот, и хотела тоже, как бы, и тут как бы есть и исламский уклон, и я хотела как бы с исламским уклоном. И поэтому поступила именно в этот колледж. Свои двери медицинский колледж сегодня распахнул для тысячи студентов. В этом году будущие врачи будут обучаться в полностью отремонтированном здании. Поменяли все учебные принадлежности, я имею в виду парты, столы, доски, закупили интерактивные доски, необходимые оборудования, компьютеры, манекены, оборудовали несколько кабинетов заново новых. Напомним, на прошлой неделе в Махачкале прошла конференция педагогических работников. Обсуждая профильное обучение и предпрофильную подготовку, учителя не раз отмечали, что в Дагестане имеются практически все ресурсы для получения образования высокого уровня. Лария Анна Шимхалаева, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Первый звонок для первоклассников прозвучал и в общеобразовательной школе имени Абдулхамида Юсупова. Около ста новых детей сегодня стали почетными школьниками этого учебного заведения. О том, как прошел один из самых волнительных дней для первоклассников и их родителей, в следующем сюжете. Этот звонок звучит для самых маленьких воспитанников школы имени Абдулхамида Юсупова. Для тех, кто только вступил в почетные ряды школьников и слышит его впервые. Праздник первоклассников, который сегодня особенно красивый и нарядный, по традиции начался с торжественной линейки. Здесь сегодня собрались все – учителя, директор, одноклассники и, конечно же, главная поддержка будущих грамотеев – родители. Несмотря на то, что это не первый ребенок идет у меня в школу, это очень волнительный день. Сегодня у нас и бабушка, и все остальные дети, и папа все здесь присутствуют. Очень приятно, что такую линейку организовали. В этом году в школу имени Юсупова поступило около ста новых детей, из них 95 – первоклассники. Школа к приему такого количества ребят полностью готова. За летний период в классах были проведены ремонтные работы и закуплено новое оборудование. В школе готовился? Да. Что ты готовил? Я азбуку учил, писал, еще ходил. Смотрение какое-нибудь, да? Да. Белая береза под моим окном, принакрыла снегом, точно серебром. Школа имени Абдулхамида Юсупова достаточно молодая на сегодняшний день, ей всего два года. Но, несмотря на это, коллективообразовательного учреждения опытен и амбициозен. Директор школы убеждена, главная задача учебного заведения – готовить детей к жизни в современном обществе, которое невозможно без глубоких знаний. С сравнительно прошлого года у нас, конечно, увеличился контингент и детей, и педагогов. Мы школа молодая, мы всего второй год существуем. И уже, наверное, почти в два раза мы расширились в плане количества людей, работающих здесь и обучающихся здесь. Ну и качество образования. С каждым годом у нас оно уже, я думаю, повысилось. И с каждым годом мы планируем увеличивать его все больше и больше. В честь благословенного праздника Курбам-Байрам в школах и вузах республики был сокращенный день. Поэтому по завершении линейки новоиспеченным школьникам в классах провели тематический урок «Россия – устремленное будущее». В обычном режиме занятия будут проходить с понедельника. Хадежа Курбанова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. А это были все новости к этому часу. С вами была Хадежа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова